Тревожные сутки в Израиле. Всю ночь южная часть страны подвергалась интенсивным обстрелам из сектора газа. Армия ответила ударами с земли и воздуха. Переговоры о перемирии сорваны. Все подробности узнаем от Сергея Услендера. Разговоры о заключении перемирия между Хамас и Израилем так и остались разговорами. Сегодняшняя ночь стала тому подтверждением. На Израиль обрушился буквально град из ракет. 160 залпов. Треть из них перехватила система железный купол. Но несколько снарядов все же пробили защиту. В Сдыроте прямое попадание в жилой дом. Есть раненые. Армия немедленно ответила мощными ударами по анклаву. Бомбили склады с оружием, штабы, коммуникации, даже отдельные группы боевиков. Уничтожено 140 объектов. Среди палестинцев есть убитые. В ответ боевики усилили обстрелы. На юге всю ночь громыхала канонада. С земли по анклаву работали танки и артиллерия. С моря подошли корабли израильского флота. Хамас эвакуировал свое руководство в бункер под центральным госпиталем Газа. Израильтяне обычно не бомбят больницы. Международные посредники сейчас предпринимают титанические усилия, чтобы избежать войны. Если будут продолжаться атаки, поджоги и так далее, есть правое крыло и в Ликуде, и в народе, которые готовы к полномасштабной операции. И если это, естественно, не приведет к решению, то полномасштабная операция, вероятно, очень. Сейчас на юге Израиля введено военное положение. Часть территорий там объявлены закрытой зоной. Закрыты также детские сады и летние лагеря. Прекращено движение поездов и сельхозработы. Жителям рекомендовано не покидать без излишней необходимости свои дома, держаться поближе к убежищам. Обитателям приграниченных с Газой поселков армия приказала готовиться к возможной эвакуации. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро. Телеканала Интер.